Именно поэтому мы сегодня говорим о важности подготовки к проповеди. Если проповедь важна, значит важна подготовка к проповеди. Важно готовиться к проповеди. Одна из самых серьезных и важных проблем сегодня, я уже говорил, это игнорирование работы с текстом. И сегодня можно, так считается, что можно быть проповедником, не занимаясь углубленным изучением текста. И в результате мы проповедуем не слово Божие, а свое слово, подкрепленное некоторыми текстами. И Библия говорит, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукористенным, верно преподающим слово истины. Вы, наверное, слышали в курсе герменевтики, что оригинальное значение слова преподающим относилось к делателю палаток. То есть должен был тот, кто делал палатки, отрезать ткани или материала на палатку ни больше и ни меньше. Именно столько, сколько нужно было. И это относится и к проповедникам. Проповедника отрезают ни больше и ни меньше. Потому что самая большая опасность для Библии исходит не от атеистов, но от так называемых верующих, которые неверно преподают. И извращение опаснее какого-то прямого отрицания текста. Поэтому проповедник усердно изучает Библию и также усердно проповедует. В качестве примера я хотел бы привести вот эту иллюстрацию из Иоанна Дед Луки, 24 глава. Вы помните вот эту историю, мы ее часто читаем на праздник Пасхи. А встреча Иисуса с двумя учениками, шедшими в Маус. Они размышляли о прошедших событиях, сердца их были смущены. И вот к ним приблизился Иисус и начал толковать Писание. Он не стал приводить доказательства о воскресении. Какие доказательства еще нужны, когда ангелы провозгласили его воскресение, когда свидетели видели его живым. А Иисус обратил их внимание к пророчествам, к уже известным пророчествам и событиям прошлого. Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. И в его толковании Писание стало живым. Их сердца начали гореть. Мы читаем, что начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. И мне нравится вот это слово «изъяснял». В оригинале это греческое слово звучит как «ди херменеусен». Вы слышите? Херменео, герменевтика. Вот от этого слова произошло слово герменевтика. То есть, по сути, Иисус начал, занялся с учениками герменевтикой. Он начал толковать Писание. И когда Он начал толковать Писание, тогда они прозрели и тогда загорелись их сердца. Иисус показал ученикам, что говорят о нем Писание. А все Писание, помните, мы вчера уже говорили. Писание о чем говорит? Писание говорит о Христе. Что говорит о Христе Ветхий Завет? Вот Иисус начал от Моисея. Моисей много говорит о Христе. Вы помните, что говорит Моисей о Христе? В книге «Бытие» написано о Христе? Кто помнит, братья? В книге «Бытие»? Ну, если все Писание говорит о Христе, говорит ли «Бытие» о Христе? Есть какие-то прообразы о Христе? Конечно. А? Не просто говорит. Говорит. Вот помните, даже «Бытие 3.15», отцы с церкви толковали, говорили этот стих, это прото-евангелие, вот, и оно будет поражать тебе, там, жалить тебе пяту, ты будешь поражать его в голову. Это говорят о Христе. Это уже Христос, который победит. Вот. Ковчег. Ковчег разве не является прообразом спасения? Вот. А вспомните Авраама и жертвоприношение Исаака. Это не прообраз жертвоприношения и смерти Иисуса Христа. А вспомните Иосифа. Иосиф разве не может быть во многом прообразом Иисуса Христа? То есть, Писание говорит о Христе. Мы можем взять Бытие. Мы можем взять Исход. Разве Исход не говорит о Христе? Где Исход? Как Исход говорит о Христе? Можете какую-то идею, мысль вспомнить? Освобождение от Равки. Избавление само. Само избавление. Агнец непорочный был приготовлен. Нужно было есть. Это о Христе. А вода из скалы. Аманна, которую Господь посылал. Христос говорит, отец мой дает хлеб с небес. Я истин хлеб, сшедший с небес. Это то, о чем говорит Иисус Христос. Это о Христе написано. Книга Левит, конечно же, это о Христе. Скиния, это все прообразы, связанные с Иисусом Христом. Потом мы можем продолжить из пророков. Иисус Новин, это пророк, который может быть прообразом Иисуса Христа. Первое царство, найти какие-то идеи. В других книгах, в Писании. Писание, это уже другой раздел Писания, другой раздел Библии, Псалмы. Псалмом много, которые говорят о Христе. Можете вспомнить какие-то Псалмы? Помните Псалм 21? Когда Давид говорит о своих страданиях, и мы читаем их иногда прообразно, видя в них страдания Иисуса Христа. Когда Давид говорит о том, что его злые окружили псы, как трудно, что можно было пересчитать все кости его. Это прообразно говорится об Иисусе Христе. В песнях, песни, про Липоменон, во всех других книгах мы можем найти что-то о Христе. И вот Христос начал толковать Писание, начиная от Моисея и пророков. И написано, сердца их загорелись. И я думаю, что это хороший образ для нашего времени, потому что наши братья и сестры часто напоминают вот этих путников, которые идут в Эмаус. Их сердца растеряны, они смущены, они в суете мира часто теряют радость спасения. И они идут, и они читают Библию, они не видят Христа. Когда они живут в каком-то состоянии несбывшихся надежд, они, может быть, больше ожидали от веры, от того, что они будут быть с Богом. И они приходят на собрание после вот этой недели в мире, после этих проблем, переживаний, часто в неверующих семьях, каких-то насмешек, может быть, со стороны неверующих. И они приходят на собрание, и они надеются, что кафедра согреет их души. Они обращают внимание на проповедников, и они нуждаются во вдохновении. И они нуждаются не в каком-то сиюминутном вдохновении, вот чтобы что-то их внезапно вдохновило, и через пять минут забыли. Иногда мы так можем вдохновлять. Они нуждаются во вдохновении, которое бы длилось долго, может быть, неделю, может быть, еще дольше. И это задача проповедников. И я думаю, что нужно сегодня церкви, вот чтобы зажечь огонь и ободрить смущенные сердца. Что нужно, чтобы увидели мы славу Божию. И обращаясь вот к этому тексту, можно опять сказать, нужно хорошее, ясное, четкое, глубокое истолкование Библии. Нужно так истолковать Библию, чтобы сердца людей горели, чтобы они потом шли домой, и они могли сказать, не горело ли сердце наше, когда он, вот этот брат, там Петр, или брат Владимир, или брат Александр, толковал Писание. И я думаю, в наших проповедях иногда нет свежести, потому что мы проповедуем не Писание, а свои мысли о Писании. И вот что важно, за что нам нужно взяться, заняться серьезно, вот герминевтикой, то есть заняться серьезным толкованием Библии. И начать так глубоко читать и исследовать Библию, чтобы сердца людей загорелись. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться с севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Знаете, иногда посещая церкви, думая, что это время уже наступило. Люди слушают проповеди и не насыщаются. Люди слушают 2, 3, 4 проповеди, и уже после собрания не помнят, о чем говорил проповедник. Слово не проникает в их сердца и умы. И как оно может их вести? И думаю, что действительно время пришло, когда люди уже скитаются, ходят, и некоторые верующие слышат о какой-то конференции или какую-то новую книгу получили, кассеты, хотят что-то послушать, узнать. Ну что же говорит Бог? Что нового, что свежего? И часто этого не находят. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Сегодня перед нами этот вопрос такого ясного, глубокого изучения Библии, чтобы получить то, что Он хочет сказать нам, Господь хочет через это сказать нам. И здесь особую важность приобретает подготовка к проповеди. Серьезная герменевтика изучения Писания. Мне кажется, в нашей славянской традиции такое распространено до сих пор еще несколько негативное отношение к подготовке к проповеди. И в некоторых церквах оно особенно заметно. Вообще к образованию или подготовке к проповеди. И некоторые братья открыто противятся этому, говорят, что Дух Святой вдохновит, и нет нужды готовиться. И вот все эти человеческие внимания, работа человеческого ума, они недостойны Слова Божьего. Я думаю, что есть три аспекта, которые не позволяют нам серьезно заниматься и глубоко заниматься подготовкой к проповеди. В нашей традиции. Первое – это внимание к опыту, в ущерб слову. Мы больше внимания, мы много внимания уделяем характеру человека, его поведению. И часто мы ставим проповедником человека не того, который знает Библию, который хорошо знает Библию. Но главное, чтобы человек был хороший. Часто у нас такой подход. Главное – личность человека. Если человек хороший, все будет нормально. Но часто хороший человек может проповедовать ересь, если он не знает Библию, если он глубоко не изучает Библию, если он не вникает в Писание. Потому что истина не связана с чувствами, истина не связана с тем, что человек хороший. Все равно надо изучать Библию. Хороший человек должен изучать Библию, хороший человек должен вникать в Писание. Можно быть хорошим даже без Христа, по-человечески хорошим. Но нужно обратить внимание на Библию, чтобы внимание к опыту не привело к ущербу в проповеди слова. Это, можно сказать, один из признаков постмодернизма. Опыт важнее Библии. Главное, чтобы человек был хороший. Хороший человек должен знать и изучать Библию. Еще одна проблема, связанная с тем, что мы мало внимания уделяем подготовке, это неправильное понимание разума или использование разума. В нашей традиции, в славянской традиции особенно, распространена идея превосходства интуитивного познания истины перед аналитическим. То есть, то, что достигнуто усилиями человеческого разума, часто не заслуживает доверия. И говорят некоторые братья, что когда ты думаешь, когда ты размышляешь, когда ты читаешь комментарии, это не то. А вот когда Дух Святой прямо тебе озаряет, вот то, что нужно ты получишь именно тогда, когда вдруг на тебя сойдет вдохновение. И здесь есть две проблемы. Первое, что мы выдаем свои мысли за мысли Духа Святого. То есть, то, что пришло в голову, когда человек не думал, считается произведением Духа Святого, когда человек не думал. А то, что человек получил, когда он обдумывал серьезно истину, когда он вникал, занимался, это считается человеческим. А если не думал Духа Святого? И второе, мы забываем о заповеди Христа. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. А любить Бога разумом не всегда легко. Знаете, что значит любить Бога разумом? Это надо прилагать усилия, надо трудиться, надо размышлять. Иногда тяжело, иногда мучительно, надо думать об этом. Вот пробовали ли вы целый день думать о какой-то библейской истине? Думаете, это легко. Просто думать об этом, размышлять, заставлять себя побуждать об этом думать. И это значит любить Господа всем сердцем своим. И у нас вы проводили такую практику гомелитическую. Один брат проповедует и так слабенько проповедовал, объяснял Писание и говорит, ну Дух меня не вдохновил. Когда я читал этот текст, Дух меня не вдохновил, поэтому я ничего не смог представить. Конечно, мы можем вспомнить из Писания, из Иеремии, проклят, то дело Господне делает небрежно. Но я опять же задаю тот же вопрос, который вчера задавал. А ты боролся с текстом всю ночь, как Иаков боролся с неизвестным? Не так ли должна происходить наша подготовка? И чем закончилась эта борьба? Написано, что неизвестный благословил Иакова. И когда мы боремся с текстом, тогда текст благословляет нас. Тогда мы воистину получаем благословение. И мы не хотим утруждать себя иногда и получать вот этот духовный хлеб потом и кровью. Мы не хотим обременять своем таким постоянным размышлением над словом. Мы не осознали, я думаю, до конца, что значит любить Бога всем разумением своим, не только сердцем. И еще одна проблема в нашей традиции, в нашем понимании, в отношении толкования текста, это упрощенное понимание или непонимание работы Духа Святого. Вот я опять вспоминаю этого студента, который говорил, что зачем готовить, если Дух Святой вдохновит? А если не вдохновит, он вышел на кафедру, нет проповеди, ну тогда Дух Святой виноват. Ну Дух Святой не вдохновил. И так и получается. И здесь мы часто путаем чисто человеческое вдохновение с работой Духа Святого, это во-первых. Но более важная ошибка в том, что мы ограничиваем работу Духа Святого. И некоторые братья веруют, что Дух Святой действует только с 10 до 12 утра в воскресенье. Они пришли на собрание, вот там Дух Святой действует, и он сейчас их побудет к проповеди. Ну он еще может быть действует с 18 до 20 вечера на вечернем собрании. Вот у них такой график работы Духа Святого. Но Дух Святой живет верующим, и он действует всегда. И Дух Святой вдохновляет нас не только, когда мы выходим за кафедру. Дух Святой вдохновляет, когда мы сидим над Библией. Дух Святой вдохновляет, когда мы готовимся к проповеди. Дух Святой работает с проповедником не только в воскресенье, но и в среду, если он живет в проповеднике. И в четверг, и в пятницу, и вдохновляет в процессе всей проповеди. Но, конечно, уже в особые моменты мы исполняемся Духом для выполнения какой-то особой цели, связанной с проповедью. Поэтому нельзя разделить Слово и Дух. Если мы занимаемся исследованием Слова, мы занимаемся под воздействием и влиянием Духа Святого. Мы не разделяем Слово и Дух и готовимся к проповеди. И таким образом верно преподаем Слово истины. В старом добром братском вестнике написано было большое заблуждение полагать, что лучше всего приступать к проповеди без подготовки и предварительного размышления. Ибо Господь обещал в нужное время дать Дар Слова. И дальше братья пишут. Бог не потворствует ленивым, но любит и награждает усердие. Поленившийся и пропустивший время подготовки к проповеди не может рассчитывать на помощь Божью. Для выработки проповеди нужно затрачивать все нужное для этого время, непрестанно просить руководства свыше и как можно больше работать над текстом. И когда мы читаем вот эти слова «не заботьтесь о том, что сказать», то речь не идет о проповеди. Христос говорит это о времени гонениях, о мучениках на суде. Если вас возьмут, если наступят гонения, если вас поведут, не заботьтесь о чем сказать. Но если вы знаете, что вы будете проповедовать, если вы идете на собрание, то говорить без всякой подготовки можно только в условиях какой-то жуткой необходимости или преступной самоуверенности. Один молодой брат говорил, хворился. Когда я иду проповедовать, я и за пять минут до своего выступления не знаю, о чем буду говорить. И один посетитель ответил ему, вот как, теперь я понимаю, почему спустя пять минут люди уже не помнят, о чем шла ваша речь. Если вы не знали и не были готовы к проповеди, как люди могут знать то, о чем вы говорили, если вы сами не знали об этом? Я вспоминаю такой шутливый пример, когда баптист с пятидесятником говорили о своей подготовке к проповеди. Вот, и баптист хвалился и говорил, вот, я даже перед проповедью не знаю, о чем буду проповедовать, вот, меня Дух Святой вдохновляет. А пятьдесятник говорил, да что там, я даже после проповеди не знаю, о чем говорил. Вот, я еще больше полагаюсь на Духа. Ну, часто так, наверное, и с нами, братья, происходит. Спросишь у людей, они не знают, спросите у проповедника, о чем ты говорил, и он сам не может ясно и четко сказать, о чем же он говорил. Надо готовиться к проповеди. Один проповедник объяснял, что для каждой минуты проповеди он проводил один час подготовки. То есть, если он 20 минут проповедовал, он 20 часов готовился. Вот, или 15 минут проповеди, значит, 15 часов подготовки. И сегодня так поступают великие проповедники многие, и Бог их благословляет, этот метод оправдывает себя. Один из чикагских служителей, сейчас я закончу эту мысль, вот, рассказывал о Муде. Он говорит, однажды я пришел к Муди, когда он готовился к проповеди, говорит, Муди сбросил с себя пиджак и сражался с Библией и симфонией и под градом катился по лицу. Вот это была подготовка к проповеди, он сражался с Библией и симфонией. И Бог, соответственно, благоставлял его проповедь. Вот поэтому мы с усердием готовимся. Конечно, мы готовимся с усердием, но результаты придаем Господу. Вот вы помните эту историю о пророке Илии, когда он собрал дрова, когда он выкопал ров, когда он наполнил его водою, когда он возложил камни. Это в Третьей книге царств. И когда все было сделано, он тогда возвал Господу и Господь послал огонь на то, что он приготовил. Я думаю, это же можно сказать о проповедниках. Мы готовим, мы пишем конспекты, мы занимаемся, мы исследуем, но когда все готово, мы обращаемся к Господу и Господь посылает огонь и благословение на нашу проповедь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok